Во-первых, я всех приветствую. Конечно, очень хорошо, что у болельщиков есть вопросы, что они не безразличны. То, что происходит в нашем футболе, как они видят его развитие, что они видят хорошего, что негативного. Поэтому я думаю, что этот диалог может быть очень полезен для обеих сторон, и для болельщиков, и для меня, как представителя Киевского Динамо. Поэтому я буду рад ответить на те вопросы, которые у них возникли. Если смогу, конечно. Будем на это надеяться. Большинство из наших болельщиков поздравляет вас с новой должностью. Мы тоже присоединяемся. Подписали ли вы уже официально контракт и насколько он рассчитан? Да, он подписан, контракт подписан, и, по-моему, он заканчивается в 2014 году. И вот, в связи с этим, какие же теперь у вас полномочия, и на что мы можем рассчитывать, что мы можем ждать вашей работы? Ну, само название «Спортдиректор», он говорит о многом. Это вся спортивная часть, которая проводится в клубе, за нее я буду отвечать. Это начиная от юношеских команд Академии, молодежной, Динамо-2, и, конечно же, первой команды, все основные спортивные мероприятия, которые даже и ветераны, те спортивные мероприятия, которые проводятся в клубе, они, в общем-то, были в поле моего внимания. Ну, и, конечно же, основное, наверное, немаловажное, это селекция для того, чтобы, может быть, немножко реализовать наш селекционный отдел и, естественно, подытоживать его работу, хотя я сам активное участие принимаю в этом, подытожить его работу придется мне и доносить до президента и главного тренера те кандидаты, которые, на наш взгляд, являются удачными или те, которые могут усилить игру команды. И вот уже все-таки зимнее трансферное окно не за горами, поэтому наши политики интересуются, можно ли уже говорить о том, что кто-то на карандаше у Динамо есть и что действительно кто-то пополнит ряды киевского клуба вот уже зимой? Ну, безусловно, я думаю, что будет. Это не будет так очень много, потому что, сами понимаете, за один месяц переработать ту гору информации, которая есть, которая просматривает селекционный отдел, практически невозможно. Ну, и вот мне уже приходится довольно часто, я уже был во многих командировках, поэтому так немножко, говорит, разлетался для того, чтобы уже к началу декабря сделать какие-то выводы, какие-то наметки и отобрать тех кандидатов, которые в самом деле могли бы усилить киевскую Динаму. Но я скажу, что если кто-то ждет, что это будет очень много футболистов, то нет. Я думаю, это будет один-два человека, и в самом деле те, которые на данный момент нужны киевской Динамо. Потому что, на мой взгляд, команда неплохо укомплектована, нужно, может быть, реорганизация, но это будем говорить с Юрием Павловичем, с теми футболистами, которые, может быть, не подходят, их нужно, наверное, не то что избавляться, но нужно находить им место работы другое для того, чтобы пополнить теми игроками. Потому что переизбыток, он тоже нехороший. Ну и самое главное, конечно же, мы делаем акцент на то, чтобы молодежь, нашу молодежь, хорошо посмотреть и остановиться на перспективных и хороших игроках, которые в ближайшее время могут попасть в основной состав, ну и, конечно же, украинских футболистов. Мне кажется, это очень важно, и оно очень актуально в данный момент, поэтому иностранцы должны быть, на мой взгляд, на голову, на две головы выше для того, чтобы занимать место и играть. Поэтому покупать футболиста, который в течение нескольких лет будет являться запасным или не основным игроком, мне кажется, это нонсенс. Так вот, у многих украинцев осматривают Динамо, про Романа Безуса говорят многие СМИ. Есть ли вообще вариант того, что Роман перейдет в Динамо? Насколько это возможно? Ну, я думаю, что Роман Безус является одним из кандидатов, и не только для Динамо Киева. Все будет зависеть от того, как смогут договориться. Здесь уже идет переговорный процесс, то, что это талантливый парень, но на нем не ограничится тот интерес к украинцам, который на сегодняшний момент есть, поэтому идет поиск. Еще раз говорю, что не хотелось бы делать таких скоропоследовательных выводов, но мы к декабрю постараемся подытожить нашу работу селекционную, чтобы предоставить Юрию Павловичу несколько кандидатов, которые могут и в самом деле быть полезными в Киевском Динаме. Ну, какие позиции вообще ищете? Ну, я думаю, что говорить по позициям, это немножко не то, что нам надо, потому что есть, наверное, на наш взгляд, есть преморитетичные проблемы на некоторых позициях, но еще раз говорю, от какого-то хорошего, добротного футболиста, который бы составил конкуренцию даже, на наш взгляд, на сегодняшний день, основным игрокам, основного состава, это было бы неплохо. Поэтому говорить о конкретной какой-то позиции, наверное, не стоит. И, ну, если мы так возьмем, так скажем, в обороне, в полузащите и в атаке, это будет достаточно. Ну, все-таки вы говорите о том, что не говорим пока, не называем имен, кто придет и куда придет. Потому что их нельзя еще назвать, чисто физически их нельзя назвать, потому что мы еще не сделали, это еще идет, это просевка, поэтому мы не можем сделать еще, на сегодняшний день не готовы те выводы, которые мы можем предоставить. Вот и все. Поэтому это чисто технически. А тогда есть ли уже какие-то выводы о том, что кто может покинуть команду? Это зимой или, возможно, нет? Это должен, прежде всего, определиться Юрий Павлович, потому что вы понимаете, что сейчас настолько плотный график, что садиться и уже сейчас обсуждать эти проблемы, я думаю, что не стоит. Нужно это подытоживать спокойно, с холодной головой, для того, чтобы уже, когда закончится сезон, тогда будет не очень много времени, но надо за это время очень продуктивно именно в этом разобраться. Какое усиление нам нужно, потому что кандидаты будут практически на многие позиции. И кто может покинуть, и нет смысла продолжать карьеру в киевском динаме. А есть ли возможность того, что киевские воспитанники, которые сейчас в Варьетах находятся в разных клубах УПЛ, вернутся в Киев или... Безусловно, они тоже... Нет, почему? Просматриваются все кандидаты. Поэтому и здесь мы будем решать, нужно ли остаться еще ему на какое-то время, для того, чтобы, если у него прогресс. Потому что и в самом деле становление молодых футболистов происходит, ну, может быть, не так быстро, как мы хотели бы. Но на это нужно обязательно время. Потому что мы знаем огромное количество примеров, когда некоторые начинали играть в 17-18 лет, а некоторые в 23-24 года и были не менее продуктивные, не менее яркие, не менее значимые для команды. Поэтому здесь нельзя никого не отбрасывать. Если видна перспектива, нужно и терпение, и желание, чтобы этот человек заиграл в Киевском динаме. И вот все-таки по поводу селекционной службы. У нас многие наши болельщики интересуются, каким образом попал на работу глава селекционной службы господин Тищенко. То есть, как бы его пригласил Юрий Семин. Ну, естественно, конечно. Ну, вот вам вопрос был, насколько он лучше тех же украинских специалистов, Буряка, Заварова, остальных, которые работали в Динамо, которые знают клуб изнутри. Ну, вы понимаете, что селекционная служба селекции – это очень важная составляющая в работе тренера. Поэтому, естественно, когда Юрий Павлович приходил в команду, он брал себе не только помощников тренерской, как тренеру, но и он подбирал себе помощников в селекционной службе. Насколько мне известно, он давно уже с ним сотрудничает, поэтому доверяет его мнению. Поэтому, наверное, он был приглашен именно для совместной работы. Но еще раз говорю, что мы будем сотрудничать вместе, поэтому те выводы, которые будем делать, наверное, у нас не одинаковый взгляд, наверное, как у любого человека. Мы немножко по-разному смотрим на футбол, на футболистов, на прогресс и одно и то же. Поэтому я думаю, что какие-то другие мнения, они только помогут нам сделать более качественный и более лучший выбор. То есть работает вам с ним не очень комфортно или все-таки хорошее? Нет, подождите. Во-первых, мы только начали работать и каких-то недопониманий или каких-то проблем у нас не возникает. Потому что сейчас идет и в самом деле, часто рутинная работа, мы можем собраться в течение недели на несколько раз, буквально обсудить те или иные дела, потому что и в самом деле мы стараемся, еще раз говорю, подытожить. И поэтому очень много командировок. Как правило, все эти игры начинаются с пятницы и заканчиваются в понедельник. И поэтому очень много мы летаем, и мы можем встретиться на несколько дней в Киеве, для того, чтобы как можно больше получить информацию. и для того, чтобы в самом деле было качественным. Я говорю, и для того, чтобы сделать какие-то итоги, какие-то выводы, мы понимаем, что мы не можем опираться на мнение одного из специалистов в селекционной службе. Поэтому того или иного игрока должны посмотреть несколько человек. Поэтому сейчас у нас идет вот такая небольшая карусель для того, чтобы в самом деле выбрать самых лучших, которые мы можем рекомендовать в первую команду. А насколько часто вы общаетесь с Юрием Павловичем по поводу новых футболистов? И вот потому что была такая ситуация, когда Дуда и Эскобар приходили, мол, для Юрия Павловича это был некий сюрприз. Насколько сейчас он отсматривает и говорит, что действительно этот футболист мне нужен, этот не нужен? И что по поводу, кстати... Мы обсуждаем те поездки, которые у меня есть. И он прислушается к моему мнению. Я ему говорю откровенно то, что на мой взгляд... Я не говорю, может быть, или как-нибудь, я говорю конкретно. На мой взгляд, на сегодняшний день этот футболиста нужно еще посмотреть, потому что он может быть интересен. По одной игре все равно же делать выводы практически невозможно. Вы понимаете, что у меня даже нету месяца, две недели, которые я работаю, я не могу еще ощутить всех и просмотреть всех. Но я стараюсь это сделать как можно быстрее, для того, чтобы быть полезным. И мы обсуждаем те вопросы, он рекомендует мне по своей информации посмотреть, поинтересоваться тем или иным футболистом. Поэтому и в самом деле сейчас очень много поездок, сейчас очень много просмотров. И самое главное, что оно еще воспринимается нормально. Наверное, слишком долго я отдыхал, поэтому, как говорится, глаз еще не замылился. Поэтому я стараюсь как можно продуктивнее это все делать. Я только вчера вечером прилетел, поэтому у меня еще как таково разговор с Игорем Михайловичем был, но с Юрием Павловичем еще не было. Ну и понятно, потому что все-таки тоже игры довольно-таки очень частые. У него проблемы есть и подготовки. Мы это все прекрасно видим, что много травмированных, много дезинфицированных. Поэтому какие-то объять необъятные, наверное, в этот момент сложновато. Но мы довольно-таки частно с вами собираемся. Кстати, болельщики у нас пытаются объять необъятные и помочь Динамо объять необъятные. Ну это очень хорошо, в этом нет ничего плохого. Один из товарищей, он предлагает сделать вот такой отдельный сайт или почту, куда бы болельщики, которые очень переживают за селекционную службу Динамо, бросали бы какие-нибудь видео, наработки футболистов, которые считают, что подошли бы к Киевскому клубу. Насколько это вообще вероятно возможно и будет ли просматриваться? Я просто хочу сказать, если бы они знали, сколько к нам обращается, потому что Динамо Киев считается очень хорошим именем, очень добротная команда, очень добротный клуб с хорошей финансовой базой. Поэтому поверьте мне, что чуть ли не все агенты мира присылают столько информации, что очень трудно даже ее всю просмотреть. Но мы стараемся отсеивать, стараемся выбирать все лучшее. Поэтому, конечно же, если у болельщиков будет возможность, пожалуйста. Я не знаю, как это сделать, но это надо уже обращаться к информационному, тех, кто работает в клубе, чтобы открыть этот сайт. Но я боюсь, что он будет перегружен буквально за пару дней. Но все равно эта информация нам нужна. И мне вообще очень хорошо, что у болельщиков складывается свое мнение о той или иной области деятельности клуба, о том, что они хотят помочь, о том, что они переживают. Еще раз говорю, что это намного лучше, чем просто говорить, да, это плохое, да, это плохо, это хорошо или еще что-то, что они переживают и хотят видеть клуб своим самым лучшим. Поэтому здесь нужно, я думаю, что обращаться к представителям клуба, ко всем людям, которые связаны с информатикой, которые приходят в клуб. И, естественно, если эта почта будет, мы будем ее рассматривать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok